И всем привет, вы на канале Бискотека и сегодня мы будем смотреть, знакомьтесь с Боб, но сегодня мы будем смотреть 3 серии, так что давайте начнем вот этой вот серии. Знакомьтесь, это Боб. И сегодня Боб попробует выжать при крушении самолета, прыгнув с высоты в 10 тысяч метров. Без парашюта. Смелее Боб, прыгай. Как мы видим, скорость свободного падения Боба в среднем составляет 190 километров в час. А время его страдания, то есть приземления, займет всего 3 минуты. Ты рад, Боб? Итак, на высоте 10 километров у Боба начнутся небольшие проблемы с кислородом, что скорее всего приведет к гипоксии и потере сознания. Поэтому Боб будет падать как кирпич. Спустя 1 минуту 20 секунд Боб будет на высоте 6500 метров, где сможет прийти в себя, так как будет находиться в тех слоях атмосферы, где можно свободно дышать. Но что может сделать Боб, чтобы увеличить свои шансы на выживание? Во-первых, он может зацепиться за различные обломки. Если Боб сможет создать некое подобие кокона из вещей, вероятность его выживания будет значительно выше. Во-вторых, нужно выбрать, куда падать. Самые опасные поверхности – это бетон, вилы и, как ни странно, вода. Ведь она, как и бетон, практически несжимаема. И поэтому лучшим решением будет снег, сено и фабрика матрасов. И последнее. Раскиньте пошире ноги и руки. Запрокиньте повыше голову, расправьте плечи и расслабьтесь. Три, два, один. Вот мы и приземлились. Ну что, поздравим Боба со счастливым приземлением? О, что случилось с Бобом? Боб. Смотрите, он подставил лайк. Показывай ролик своим друзьям и подписывайся на канал, если хочешь увидеть другие эксперименты над Бобом. Боб, 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 с тобой все в порядке? Знакомьтесь, это Боб. И он большой любитель сладкого. Поэтому сегодня мы попробуем накормить Боба десятью килограммами шоколада. Что ж, пожелаем Бобу приятного аппетита. Итак, после ста грамм шоколада наступает прилив сил и поднимается настроение. Но уже после одного килограмма у Боба появились высыпания пиксимуцера. После трех килограмм у Боба появляется зависимость от теобрамина, содержащегося в шоколаде. Так что наш Боб теперь шоколадный наркоман. Смотрите, как забавно он начал танцевать. Это потому, что шесть килограмм шоколада вызвали судорогу в мышцах из-за сильной интоксикации. Боб съел уже целых восемь килограмм шоколада. Появляются первые симптомы депрессивности и склонности к суициду. Но не пугайтесь. Такая порция шоколада вызывает частичную атрофию мышц. Так что он не сможет себе навредить. Кстати, если Бобу сейчас было бы десять лет, он бы уже умер. Ведь семь килограмм шоколада – смертельная доза для любого ребенка. Ура! Боб съел все десять килограмм. Потрясающе! Но, Боб, почему хватаешь за сердце? Ты пытаешься нам что-то сказать? Может быть, ты хочешь съесть еще немного шоколада? Знакомьтесь, это Боб. В каждом выпуске мы ставим над ним новые эксперименты. Ой, что с ним случилось? В следующий раз мы погребем Боба заживо. Так что подпишись на канал, чтобы не пропустить ролик. А пока смотри предыдущее видео. Боб, хватит притворяться. Это уже не смешно. Он не притворяется. Давай, давай, нам надо готовиться к следующему выпуску. Боб, Боб! Знакомьтесь, это Боб. И сегодня мы похороним его заживо и проверим, сможет ли он выбраться. Ты готов, Боб? Начали. Запаса кислорода при нормальном дыхании у Боба хватит только на пять с половиной часов. Но поскольку Боб слегка взволнован, он дышит вдвое быстрее. Каждый лишний вдох только приближает твою смерть, Боб. Так что расслабься. Стандартная глубина могилы два метра. А учитывая свежую рыхлую почву, попытки докричаться до кого-то на поверхности ни к чему не приведут. Значит, придется Бобу выбираться самостоятельно. Прежде всего, надо как-то пробить крышку гроба толщиной 25 миллиметров, голыми руками. Поскольку Боб не черная ломба, и зубить Билла помочь ему сможет только чудо. Ты веришь в чудеса Боб? Япный Боб. Но даже если у него все получится, толща земли, попавшая внутрь гроба, расплющит его голову. Поэтому не стоит ломать крышку прямо над собой. Что ж, осталось последнее. Выкопаться из могилы. На это у Боба уйдет полтора часа. Хотя, по нашим подсчетам, у него оставалось кислорода всего на один час. Торопись, Боб. Из-за кислородного голодания он будет уставать гораздо быстрее. Голова начнет болеть, и появится сонливость. Но, кажется, Боб видит яркий свет. К сожалению, это лишь галлюцинация. А значит, у Боба осталось 10 минут до наступления комы и клинической смерти. Ну ладно, не будем мешать Бобу. Спасибо, ты нам очень помог. Удачи выбраться. Увидимся через неделю. Показывай ролик своим друзьям, страдающим клаустрофобией и тафофобией. И подписывайся на канал, если хочешь увидеть другие эксперименты над Бобом. Кто-то там еще был. Ну на этом все. Вы были на канале Мискотека. И всем пока-пока. Чао!